Возведение детских садов в Щелковском районе находится на постоянном контроле. Строительство трех объектов ведется в рамках программы губернатора региона и партии «Единая Россия. Наши Подмосковья». Достаточно позитивная картина сложилась в Медвежьих озерах. Так, с 3 до 14 увеличили количество рабочих, занимающихся отделкой фасада здания. Кроме того, отделочные работы ведутся и в помещении. Рабочие продолжают укладку плитки, приступили к поклейке обоев. Сдача объекта запланирована на конец февраля. У нас в следующей неделе уже поступает сантехоборудование, будет установка приборов. В режиме идем, сейчас круглосуточно работаем, срок в 25-м должны уложиться. Положительную динамику руководитель районной администрации отметил и в детском саду в Первом Советском переулке. Здесь строители ведут установку межкомнатных перегородок и монтируют радиаторы отопления. А вот темпы строительства садика в новом городке оказались не такими скорыми. В здании еще не запущено отопление. Новый городок плохо. Медвежьи озера хорошо, здесь удовлетворительно. Принцип работы везде ведутся необходимым количеством и специалистов, и материалы все есть. Но в новом городке никак не могут раскачаться спустя Нового года. Не знаю почему, будем сейчас встречаться с владельцем фирмы. Также Алексей Валов посетил два дошкольных учреждения, где недавно были проведены ремонтные работы. Так в детском саду 59 «Золотая рыбка» отмечались проблемы с отоплением. Чтобы привести температурный режим в норму, здесь провели частично модернизацию системы отопления, а в группах монтировали дополнительные радиаторы. Сейчас температура приведена в норму, однако работы на этом не закончены. Недоделки еще остались. Я имею в виду технологические недоделки, которые будут устраняться во время подготовительного периода летом. Мы должны сделать в этом году гидроизоляцию обязательно и отрегулировать работу ИТП. Эта работа будет выполнена. А в детском саду номер 57 «Светлячок» после ремонта заработали две группы. Еще осенью здесь произошел прорыв отопления, в результате чего пострадала часть помещений. В течение двух месяцев шел ремонт, его удалось выполнить за счет средств спонсора. И вот группы представили в обновленном виде. Кроме того, здесь заменили мебель, закупили новое постельное белье и матрасы. Руководитель районной администрации высоко оценил результат проделанных работ.